Баскетбольный клуб Барнаул И игрок баскетбольного клуба Барнаула Андрей Семенов Сегодня в двух ампулах еще и переводчик Друзья, привет! Кван, hello! Ну что, Евгений, с вашего позволения Изменим немножко традиции Начнем не с вас, а начнем с Квана Кван, Андрей, своей помощью, конечно Традиционный вопрос, наверное, к нашим иностранным гостям Адаптация в Барнауле И его первое впечатление о нашем городе Неплохо адаптируется Пока еще пытается привыкнуть к новому времени Все-таки больше 12 часов разницы С его домом и Барнаулом Он пытается догнать сон Получается, что довольно поздно ложится спать Рано встает Иногда нужно поговорить по телефону С родственниками, с друзьями дома Сон нарушен Что первое его удивило у нас в Барнауле Или обобщил в Сибири Это было первое, что тебя очень удивило В Барнауле или Сибири? Я бы сказал Обязательность нормальных людей И фанатам Фанатам очень в порядке с игроками Я пошел в МАЛ несколько раз И несколько людей пришли к мне И спросили фотографии Ему понравилось, что очень приветливые люди В нашем городе Один из первых дней Зашел в торговый центр Чтобы купить какие-то вещи И его узнали Что он игрок-боевестника Настоящий новичок И попытались с ним поговорить Взять автографы Дети были Мне очень понравилось Андрей К тебе вопрос Ты в совершенстве владеешь английским Вот от себя Как прошла адаптация в команде Квана? Ну у нас не все, к сожалению Хорошо разговаривают по-английски Для жизни это не мешает Все-таки мы языком жестов иногда общаемся Ребята Мы сможем с Кваном найти общий язык Но нам сейчас надо учиться Разговаривать на площадке На английском языке Это всегда сложно Но со временем мы привыкнем И к первым играм уже будет хорошо Ну и переместимся, Евгений Наконец-то к вам Расскажите уже от лица тренера Как идет подготовка к новому сезону Как прошли сборы И как состав обновленный? Еще раз добрый день Да, игры уже скоро Но позади уже полтора месяца работы Все, что планируем, стараемся выполнять Есть определенные сложности по залу У нас там вмешиваются различные соревнования Ну это, скажем, такая бытность За у нас один Мы его делим Здесь хотелось бы, конечно, чуть получше ситуации Но ищем свои плюсы Провели пару контрольных игр с БК Новосибирск Посмотрели себя в деле И в преддверии чемпионата будет еще пару игр Поэтому все планомерно, все готовится Изменения в составе нас еще ожидают? Нет, на данный момент мы завершили комплектование Мы усилились, получается, четырьмя игроками Ну вы сказали, что еще перед сезоном будут игры контрольные Вот на них, над какими ошибками вы уже поработали после игр с Новосибирском? Ну мы стараемся двигаться поэтапно Степ-бай-степ Поработали над ним, провели в игре Сейчас работаем над другим Следующая игра должна показать, как мы поработали Потом перед сезоном соберем это в кучу Обозначим наши все эти тактические и стратегические вещи И вперед В сезоне на это времени не будет Там очень плотный график Плотнее, чем во второй суперлиге Через каждые 3-4-5 дней игра Ну опять вернемся к Вану Он играл и в США, Германии, Грузии, Великобритании Но все-таки у каждого баскетбола свой стиль игры Наверное, такой назрывающий вопрос, который волнует всех Главное отличие американского баскетбола от российского Баскетбола Баскетбола Он сказал, что в Великобритании играет примерно так же, как баскетбол, как и мы играем В основном, в Великобритании играет примерно так же, как и мы играем В основном командно, а не индивидуальными действиями Первой командой его в России был Букабревесник в Ярославле И там играли в командный баскетбол Ему поэтому понравилось Он вернулся в российский чемпионат Потому что ему нравится так играть больше, чем в американский баскетбол Основанный на личных умениях и навыках То есть больше командный игрок? Да Евгений, расскажите, как вообще происходила трансферная политика, что игрока из другой страны привозят в Барнаул? То есть как нашли Квана? Как на него вышли? Как проходили переговоры? Немножко за кулиси этой работы Я понял, этот вопрос больше все равно к директору клуба Вы уже были в курсе Основные вопросы все равно решал он С миграционной службой, с привлечением и разговорами С представителями его Мы лишь общались Сможет нам Кван помочь в следующем сезоне Посмотрели Я сказал, что да, поможет И дальше было дело техники То есть привезти, оформить все бумаги Это занимает очень много времени и сил на самом деле За какие качества вы пригласили Квана к тебе в команду? То есть чем он вам понравился? Ну, как бы он не любил командную игру Все равно его индивидуальные качества Привлекали все-таки это американская школа И сам факт наличия игрока Для некоторых игроков может дать хороший толчок в развитии Посмотреть, как почувствовать себя наравне Конкурировать на тренировках, в играх То есть я думаю, он нам поможет в этом плане А в плане эмоционального настроения в команде Как это реагировали? Это сейчас небольшая расшифровка вопроса То есть по технике, да, многие могут учиться у него А вот когда в команду приходит такой, ну, новый игрок С большим багажом, да, тем более из Америки То есть может быть так эмоционально ребята на это отреагировали и воздушевились Я понял вас Ну, возможно, это касается молодых игроков Все игроки за свою карьеру уже встречались в одной команде и против другой с американцами Поэтому я не думаю, что там сильно эмоций было много Но рабочий процесс Теперь про трансфер со стороны уже Квана Когда он узнал, что предложили ему играть за БК Барнаул Как он отреагировал? Сразу же ли согласился? Когда ты получил предложение играть за этот клуб Это были ваши первые думки? И как долго ты делал, чтобы решить? О, ну... Это не было долго, чтобы решить Я не знаю конкретное время Но я очень рада Я очень рада Моя первая думка Была, да Да, еще возможность Делать еще раз И сделать лучше, чем я сделал в прошлой сезоне Он сказал, что Долго не думал Потому что ему понравилось в российском чемпионате играть И это еще один шанс доказать, что он умеет играть И может быть одним из лидеров команды И... Согласился практически сразу А как родные, родственники Девушка Отреагировала на то, что Переезжает в Россию? Что касается твоих друзей, семьи И, может быть, твоей девушке Что они думали? О, то, что я играю в России Это огромное дело Они очень рады за меня И... Другие люди, которые более милее, хотят узнать Как ты это делаешь Или как ты получил эту возможность Ну, все были рады за него Потому что Несмотря на то, что он не играет в NBA Играть профессиональный баскетбол Это также почетно в Америке Несмотря на то, что это в Европе Вот, поэтому Опять же, все были очень рады И молодежь часто спрашивает его Как стать профессиональным баскетболистом Чтобы тебе платили деньги за эту игру А знаю, что Пан еще увлекается дизайнером Да, параллельно То есть, как ходят слухи Днем баскетболист, ночью дизайнера То есть, что это за работа Что именно он делает Скажи нам больше о твоем дизайне Хобби в будущем И будущей профессии Окей, окей Я вижу, что все говорят Сплетни быстро распространяются Да У него довольно узкий профиль Он занимается дизайном головных уборов Вот И мне немного рассказывало Что у него довольно Отличные дизайнеры Которые готовы взять его себе на работу Когда он закончит играть в баскетбол И вот И с него Работает сейчас над тем Чтобы получить Так называемую лицензию Чтобы быть дизайнером И производить какие-то Опять же, головные уборы Ниша довольно узкая Многие могли заметить, что у Квана Много татуировок Есть какая-то значимая татуировка И планирует ли он уже в Барнауле Набить новую татуировку Это Много интересного Я скажу Это Существует Существует Follow Struggle Переводится Что без Тяжелой работы Успеха Не бывает Вот А по поводу татуировок В разных городах Говорят Везде, где приезжают Везде, куда приезжают Пытаются Найти хорошего тату-мастера Чтобы Набить какое-то Ну, значимое для этого место Татуировку То есть это Еще одна форма, наверное, дизайна Но его тело Еще у меня есть такие Свои специальные источники Что в команде Квана Так в шутку Подружески называют Валера Так ли это И как Квана к этому относится Еще одна форма Это Мы называем тебя Валера Это Русская версия Валери Это первое имя Мы называем тебя Валера Попросите, если это правда или нет Если это правда Они называют меня? Да Да, я слышал это И раньше Мне нравится Мне нравится Мне нравится Мне нравится Это Мне нравится Он говорит Звучит довольно неплохо Это первое Подобное 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 прозвище Которое у него есть в командах Поэтому он не возражает Но от себя добавлю Что не так часто Мы его так называем Все-таки У Валера три слога А Кван один слог Быстрее произносится На площадке Быстрее Кванского Да It's easier to say Кван on the court Than Valera Which takes three syllables Ну еще один вопрос Как готовиться К сибирской зиме? Такой тоже популярный Как ты готовишь Для победителя? Я сейчас Смотрю Код Как мы говорим И я просто Классирую Все данные Я могу Из Эксперимных Тиммейтов И Мои 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 Помимо всех Историй И советов Которые мы ему даем По поводу зимы И страшила Которые мы ему рассказываем Как в «Игре престолов» Она зиманца скоро придет Вот Сейчас ищет Господи Зимнюю куртку Теплую Поэтому если можете Порекомендовать Или ваши Телезрители могут Порекомендовать Где купить зимнюю куртку Обращайтесь Вот будет Понадобиться Окей А есть какие-то русские слова Которые к вам уже выучил? Нет русских слов? Отдельные слова знает Вот эти три и там еще несколько Которые никак голову не приходят из-за волнения Но хотелось бы следующим шагом Какое-нибудь Полное предложение Сказать Может быть получится Евгений Ну давайте Завершим Кратко На вашей персоне Что ждете от Нового сезона Своей команды? Я уверен Что Зрители Нас поддержат Как всегда Это происходит И Их упрашивать не надо Они сами Все знают И Будет Теплая атмосфера На играх Будет Очень жарко Болеет Будет за нас Вот этого ожидаем Будем надеяться На этом Наше время К большому сожалению Подходит к концу Играйте в баскетбол И поддерживайте Баскетбольный клуб Барнаул